вот так вот выглядит действительно черное море кто-то говорит что именно из-за анапы черное море назвали черным все наши граждане особенно с детками могут находиться в это время на наших курортах привет вам всем черноморский меня зовут юрий озаровский дорогие друзья приветствую вас в городе курорте анапа на любимейшем своем месте здесь открывается просто панорамный вид на черное море сзади меня на календаре 21 сентября 2023 год или можно сказать что это 52 августа почему да потому что у нас жара температура на солнышке 32 даже достигает местами вот здесь сейчас я стою и тень и солнце и ветер 28 только находите место без ветра и сразу же красота мы сегодня на прямой трансляции показали вообще как празднуют город анапа 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и вечером я вас приглашаю на вечерний салют заходите обязательно если не подписаны подпишитесь и поставьте обязательно колокольчик чтобы не пропускать наши прямые эфиры а также добавляйтесь наш телеграм-канал юрий озаровский через поиск либо море ос также есть ссылочки все в описании очень прошу подпишитесь на яндекс дзен и группу вконтакте ну а теперь пойдемте прогуляемся на центральный пляж нашего любимого города анапа отсюда мы можем краски увидеть пляж высокий берег специально вернулся обратно чтобы увидели атмосферу отдыха здесь ветер у нас сейчас дует оттуда и здесь затяжка гладкая водичка шикарная температура море 25 градусов в этом месте я замерял но внизу у нас отгоняются наши дорогие отдыхающие на диких пляжах и загорают тоже вода просто великолепная я вам советую особенно правую сторону выбирайте и прочувствуйте всю атмосферу этого невероятно классного отдыха здесь дикий пляж возможно обвал камней поэтому сюда не рекомендую приходить но люди отдыхают и трагических случаев мы не знаем добраться до этого места вы можете приехав на улицу крепостной 1 он находится сзади меня и спуститься на пляж высокий берег вот такой вот адрес а если пойдете вправо то получите все ту же самую прогулку которая сегодня вам покажу здесь есть мол я тоже очень часто с него купался и вот как раз таки про панораму вида наслаждайтесь ребят здесь можно вообще было включить какую-нибудь мелодию великолепно но сопровождение сделаю голосом потому что могу говорить об этом бесконечно мы видим всю нашу песчаную косу пляжей от отсюда она начинается мы дойдем сегодня до конца каменных пляжей и 40 километров представляете мы даже не видим где не заканчиваются но в канапе относятся это сама она по песчаные пляжи джиматы витязева благовещенская дачи и этом веселовка и остальные курорты которых краски мы не можем разглядеть вид просто пушка можно сесть на лавочку слушать море шелест листвы дышать титанцидами сосен и наслаждаться морской атмосферы здесь левой стороны у нас находится бывший очень любимый пляж анапчан нынешний пляж за деньги да да у нас в анапе есть нарушение закона где за пляж посещение берут деньги это очень печально ладно потом пользование инфраструктурой 20 метров в доступе но нет пляж полностью перекрыт золотая бухта называется тем кто отдыхает здесь в этих апартаментах он бесплатен либо проживает в них да но всем остальным жителям придется за денежку туда попадать жалко конечно что так благоустройство территории смотрите где вода долетает там зеленый газон где не долетает все высохло к сожалению такая жаришка настоял мыслимо ли три месяца нету нормального дождя дорогие друзья вот такая жизнь курортная в анапе в двух много этих дождей было раз в 30 лет и мы тут в потоп попали тут теперь опять засухи как обычно собственно атмосфера здесь какая-то нереальность тишина слышно как работают вот эти вот поливные машинки ну и симпатично конечно благоустроили здесь территорию строители золотой бухты а раньше здесь был дом культуры молодежи по стране и как он стал конечно же к большой вопрос к администрации при этом еще отобрали пляж города-курорта анапа как он вот он вход сюда насколько я знаю сейчас вам рублей 700 посещение стоит это не сезон в сезон там больше 1000 рублей россия если кто-то знает более конкретные суммы напишите обязательно не в комментарии просто такие места не хожу но рассказывать о несправедливости очень сильно хочется здесь у нас променад тоже очень хорошее место но из-за того что там находится этот пляж тут все засажено деревьями чтобы не видели как там отдыхают люди все в зелени и море отсюда не особо тоже видно там где-то какие-то просветы до мрасти узнают это приятно здесь растет акация сосны ту и есть лавочки мусорки то есть променад в принципе идеальный который и должен быть в курортных городах единственный минус я считаю это конечно вот это вот пластиково-железная набережная нам и преподносили как ноу-хау но здесь она в принципе чувствует себя хорошо потому что морской воздух из-за тех самых деревья не не сильно долетает а на высоком берегу на уже вся поразвалилась большому сожалению хотели бы видеть белые балясинки как они красиво смотрятся на курортных побережьях набережных других городов и хорошо что у нас появляются такие же вот так вот скоро мы познакомим вас знакомым объектом культурного наследия посмотрите какая красота здесь восстанавливается дача то что вижу очень красиво смотрится есть возможность даже немножко подглядеть потому что здесь образовалась брешь так вот будет выглядеть это строение полностью переработано здесь как это будет музей с возможностью посещения объект культурного наследия дачный особняк выполнен стилистике модерна построен 1906 1909 году для дочери предпринимателя и н дитсмана вот так вот ребята можно встретить мало архитектурной формы это раньше здесь организовался терринкор и показывала расстояние сколько пройти до бювета считалось что гуляние по берегу моря дышать фитонцидами сосен морским воздухом очень полезно для организма принципе это и так считается также как и свойства нашего кварцевого песочка почитайте в интернете там много полезной информации найдете прямая нашего променада заканчивается для тех кто с колясками либо на них вам вправо здесь вот между теми зданиями можно проехать там такой небольшой спуск мы же с вами будем спускаться вниз здесь было что-то типа кофейни какая-то ее убрали то ли по закону то ли не выгодно не знаю тут мы уходим с вами более низкие места здесь находится знаковое место двадцать седьмой причал здесь с левой стороны часто продают рыбаки по утрам свой улов тут можно было купить свежащие барабульки раньше работало заведение на утюс тоже очень известная и знаменитая морепродуктами своими но последнее время что-то не особо активно но работает но что появилось очень много конкуренции а также есть разнообразные дегустационные комнаты в которые можно прийти называется это место перевод кордонный если друг вы захотите сюда приехать все смотрите мы видим вот то местечко там находится место для отдыха атмосфера называемая там можно с видом на анапу попить чаечки паровые коктейли вкусную еда советую вам друзья адрес если что перевод кордонный 1 и советую вечернее время ведь на анапу просто потрясающе а здесь также отель атлантида то есть вы сюда заходите на лифте на 6 этаж поднимаетесь доступ для всех сам отель мы снимали на обзоре он у нас есть мои подписчики которые здесь отдыхали говорят что великолепно классно и прекрасно также от кофе . и здесь можете обратить внимание на созданный сквер амазастом моим другом депутатом я кстати очень рад что такие люди у нас в городе есть которые создают места отдыха с детскими площадками выглядит это очень красиво тем более что прошло время и здесь уже все озеленилось так как и должно быть там по набережной когда мы гуляли был куча бесплатных туалетов тут туалет платный 30 рублей с левой стороны у нас находится гастро . депо который можете поесть морепродуктов пиццы чай очки туда вот пройти уголок там красивое место отдыха с видом на морской порт и морюшка наше но также здесь делают очень красивые три места которых может вот ваши дети поиграть посидеть отдохнуть вместо мне честно это очень нравится мы были тут еще у нас медведи ну их ушатали очень быстро медведи такие игрушки мы как-то делали обзорчик на них после сколько самокатов катается это прям на самом деле интересно все видеть здесь только здравствуйте такие красивые лавочки тоже уже ломаются на них досточки требуется замена реконструкция чтобы никто не пострадал также есть качели ну то есть место максимально удобно и комфортно такой великолепный сквер у нас теперь есть в городе анапа перед морпортом по улице ленина сюда можно попасть наша же прогулка продолжается по набережной вот здесь налево морской порт есть у нас сейчас путешествие в геленджик на комете прокатиться можно люди ездили всем понравилось не плохих отзывов я принципе об этом путешествие не слышал то проходите с левой стороны находится касса в этом месте у нас сосредоточено огромное количество разнообразных заведений для еды туда дачи 2 поле и на здесь у нас тоже с этой стороны капитан поесть ездить и можете пройти посмотрите вам нравится выбрать еду а если вы где-то что-то пробовали обязательно напишите с этой стороны эти веранда называется все не помню здесь вот только здесь лучшие в мире русские блины уникальная детская пена вечеринка то есть как-то объединено это все в одно выходим на самую главную известную прогулочную зону города коров то анапа набережная двухъярусная посмотрим как она сейчас здесь живет да поживает и вас в гости приглашает кафе капитан с левой стороны открытые двери в этом году здесь работу фотографировал очень красивая подача блюд могу качеством довольно таки красиво атмосферно плане вида на море в ту сторону сейчас видите открыты то теста мне там будете сидеть и глядеть на марину с яхточками я думаю что это очень красиво здесь море кафе называется с правой стороны тоже люди сидят даже сейчас это время час 17 как раз таки обеденная самые знаменитые фонари столбы некоторые являются вытяжками с кафе который находится на нижнем ярусе именно так друзья сейчас отсюда вам это все покажу здесь у нас кораблики которые еще совершают свой маршрут и видим как в бухту возвращаются два катамарана я думаю с рывалки либо с какой-либо экскурсии здесь у нас водичка гладкая ветка меньше потому что город защищает сейчас от южного ветра стоят на приколе сами субмарины и ждут когда вы их посетите ну и теперь вот обратите внимание какое количество заведений именно вот здесь лицевой стороне этой набережной спускайтесь вниз выбирайте все также заведения по вашему вкусу здесь санаторий старинная анапа санаторий с по чтобы быть точным я хочу поблагодарить в этом году зеленители города карта на по потому что наши клубы даже на этой набережной является украшением ее туалет если что вниз запоминайте этот спуск с той стороны у нас находится в бар баке и здесь есть еще кофе . симпатичное место так можно посидеть но мне нравится подходить набережная садится вот эти скамеечки кстати вот именно сюда сегодня вас и приглашаем на созерцание салюта даже здесь есть водоросли это печалька в этом году бухты города анапы администрация нашего города в этом году назвала водоросли одним очень нужными и экологически важными в экосистеме моря и сказал что мы их убирать не будем благодаря этому убрались люди центрального пляжа анапы то есть вы видели сколько было на каменном пляже я специально вам это показал чтобы в сравнении посмотрели сколько сейчас будет здесь на центральном хватит мечтать действуйте кофейню люди отдыхают в ней это идеально неспешные прогулки улька жарко час двадцать и при этом температура воздуха двадцать девять и три там с ветром было по прохладнее по ощущениям тут же прям вообще дикая жара правой стороны находится археологический музей гаргипи который он также советую для посещения очень интересное место знаете много информации об истории древнегреческой анапы не только так что сходите посмотрите какие же они красивые дорогие мои друзья все эти цветы которым украшена наша набережная краснообразных цветов оттенков и какие же издают они великолепные ароматы если знаете название этих цветочков напишите нам пожалуйста будет интересно приближаемся главными на достопримечательности анапы это наши алые паруса флаг россии флаг она по развивается на них и дети даже сейчас используют по назначению очень много фотографий сделано именно с этим парусником алые паруса такая у нас в анапе есть красота а вас есть фотография с этим парусником напишите в комментариях обязательно также у нас есть очень знаменитые лавочки карандаши в анапе такие красивые симпатичные мы доходим до конца двухъярусной набережной именно дальше там у нас кафе и потом начинается песчаные пляжи вы можете увидеть там водичка прозрачная поглубже здесь поближе такой орел водорослей строится новый пирс будут сюда приходить сюда аромата цвета конечно просто бешеный черная бухта здесь людей нету туда дальше только начинается к пирсу побольше в общем все водоросли забились сюда в угол и гниют экология бережем нюхайте но перед тем как окунуться во все эти запахи я предлагаю еще посмотреть немножко набережной более у нас есть что показать вот такой великолепный фонтан жемчужина у нас здесь существует это подарок городу здесь у нас идет перестроение друзья наши прогулочные зоны в скором времени на очень сильно изменится и будет выглядеть совершенно по-другому здесь мы тоже можем заглянуть и посмотреть что здесь будет так будет выглядеть наша новая набережная но еще это не точно здесь у нас каскадный фонтан ручеек будет как он такая красотища друзья мы здесь находится парк-отель но здесь уже лесенка с правой стороны пандус но откуда он таки опасно будьте аккуратны отправляя туда самих детей спускаться здесь конечно у нас виды перегородили кафешечками люди говорят что довольно таки хорошее местечко для отдыха это улица набережная и она идет вдоль всего пляжа песчаного до самой речки анапки что если что можете гулять по ней здесь много кафе разнообразных магазинов также вот есть пак 30-летие победы мы же давайте выйдем сюда на каменной пляжике а с левой стороны у нас тут как веранда раньше здесь был очень вкусный шашлык как сейчас не знаю давно не пробовал медийный у них тут появилась с таким ароматом ух то есть вот люди едят ему мешают может коронавирус я не знаю воняет здесь знатно ребятки просто водоросли когда гниют выделяют сероводород вы чувствовали запах сероводорода то примерно должны понимать что это такое вот он позор города анапы черная вонючая не прикольно зато никого нету практически смотрите какая интересная не корми уток лебедей хлебом и батоном можете прочитать чтобы знать ухты и и вот это тут собрал все в кучу хотя могу сказать что видно что техника работает нас что-то пытается чистить ну вот так вот выглядит начало лечебного песчаного пляжа то есть отсюда у нас почти каменные от сесть начинается песчаные такой получился как бы угол в которой весь мусор все водоросли при течении в бухту сбиваются сюда и потом их отсюда уже не уносит вот смотрите девушка идет нос закрываю потому что вонь страшная тут фу это печально ребятки увидите нам под встать и виду будет приезжайте к нам на курорт и кайфаните по полной программе фуфу прям овном воняет и собственно поэтому здесь совершенно пустой пляж включение как будто зима пришла его никто не убирает надеяться на то что водоросли куда-нибудь исчезнут этим ну повторяюсь я вижу что бог койдет техника работает и как-то пытается не с этим бороться поздно бороться когда нужно все в куче надо как-то заблаговременно когда водоросли на всех пляжах образуются и потом уже выбирать я думаю черная вода ни у кого особо не вызывало бы ощущений таких вау мы приехали на черном море пошли купаться как вам такого красота напишите обязательно ваши комментарии друзья ну справедливости в ряде можно сказать что купание здесь запрещено примет такие таблички стоят им тоже не советовал бы это делать грустинка и печалька так вот хотя люди пробираются и тут отдыхают вдоль заборов что кому-то сто процентов нравится тут в угол собак еще запрещен но у меня одна собака особо не захотела гулять хотя их иногда такие вещи и притягивают ляс на туре мотыляк те кто купаются имеются те кто преодолевают эту черноту туда иду дальше там чистая вода но все равно то есть вы зашли по грязной там то есть купались чисто обратно выходить опять вот в этой грязи лезть кто-то говорит что это полезно специально приезжают ради этого обмазываются вот если вы к таким людям относитесь обязательно пишите об этом зато место да на этом пляже прям невероятное количество что мне честно от води начала кружиться голова вот так вот выглядит действительно черное море кто-то говорит что именно из-за анапы черное море назвали черным что сбор что я не знаю но особенность нас это присутствует о смотрите люди полезли в море здесь у нас выход к администрации города к поющим фонтанам по 30-летия победы со всеми аттракционами которые есть и отсюда водоросли перестают быть сильно черными и постепенно становятся зелеными и людей сразу же на пляжиках становится больше работает бизнес они снимают лежаки то есть платят ребятам за использование инфраструктуры это говорит о том что если море чище то людей больше и отдыхают они лучше но запах пока еще не исчез то есть надо принюхаться наверно как-то чтобы потом уже относиться к нему хорошо дети играют вот это водички по спрашивают куда у нас ротовирус а фиг его знают никто не виноват отдых идет действительно 52 августа в полном объеме работают прокаты это маранчиков таблетки ватрушки то есть что он только может понадобиться ну и люди отдыхают иногда почти голыми попами на центральном пляже температура воздуха 29 и 3 показывает водичка у нас было 25 на пляжике который на высоком берегу здесь пока еще возможности замерить нигде не вижу что-то водичка еще не совсем еще очистилась либо здесь были водоросли из-за темного песка на выглядит сейчас именно так но также появляются кучки разнообразные а то есть возможность посмотреть на всех людей вокруг которые здесь отдыхают очередь причем не организовалась могу быстрее идти посмотрите на 100 сколько здесь детей школьного возраста что кое-что школа особо никто не собирается пить и куча убирать все-таки пляжи начали чудо не случилось само никуда не ушло здесь тоже пляж это девоча например находится санаториев если здесь отдыхали в лучше пищите как вам обязательно чуть-чуть зелени на контраст тогда вчера мы были витязева позавчера в джемоте везде кристально чистая вода просто невероятная много людей отдыхают и здесь вот где водорослистки людей не так много смотрите воробьи налетели эти водорослина жучков каких-то собирает вот этот воробьи испугались пока этот менял эту палочку но один остался не может оторваться от водоросли ладно ребята я все-таки предлагаю как-то размножать этих воробьев орнитологи надеюсь вы нам поможете там разбираются люди воробьев покормили у себя там у людей все обкать так в общем воробьев надо кормить только водорослями не подкармливайте хлебом пускай едят здесь у нас ну вот он лечебная как говорится на говорят помогает в общем лечение в разгаре ну говорят что он помогает особенно никогда не забуду как я на центральный пляж и на пол ухожу там целые таблички писали что ребята не бойтесь водоросли это наоборот сверхполезно ну типа как уринотерапия там все дела в том же формате должна работать чем мы ближе подходим к центру тем больше народу на пляжах тем чище вода становится центр в плане того что у нас позади остались лечебные пляжи общаться подходим к центральному анамскому пляжу который находится по улице грибинской здесь море можно назвать вполне себе хорошим и приятным для купания всегда если погулять можно найти чистый берега девушка загорает как-то непонятно частично не частично да вот видите здесь водоросли зеленых чуть-чуть зеленый это хорошо всегда об этом говорю не переживайте по этому поводу смотришь на весь этот отдых хочется транслировать в каждый раз город и ловить каждый глоток потому что он осталось чуть-чуть до 25 числа потом северные ветра возможно погода испортится тапок но здесь еще стоит жара долго то есть у нас было ранее точнее поздняя весна затяжная такая вот прогода дает нам даже не окна а целые недели хорошего отдыха будем надеяться до конца октября эта погода продержится все кто собирается к нам ехать получит самое лучшее впечатление от анапа особенно если вы прогуляетесь дальше будет отдыхать еще из чистых местах вот кстати девушка тоже в леопардовом купальнике в тренде леопард в этом году вот еще одна девушка в леопардовом купальнике в море заходит причем они ветерики все мини-мини купальнички купальники для купания минимальных великолепно посмотреть на всех тех отдых хорошего отдыха на всех тех людей которые здесь у нас на центральном пляже жалко что конечно часто сюда не ходил хотелось бы вам больше показывать рассказывать о нем но принципе можно это делать сейчас потому что море здесь прям хорошо выглядит как он напишите обязательно друзьям как зовут юрий привет челябинску в душе вам хорошего отдыха спасибо что смотрится поснимал дополнительный контент ну что здесь как бы надо наслаждаться это говорил этими моментами что чувствуя все поисчезают с наших пляжей и будет здесь пустота хотя вонах уже столько много людей что пустоты мы на самом же не увидим никогда зимой летом здравствуйте хорошего отдыха очень приятно здравствуйте тоже спасибо большое наши людям везде это очень круто и смотрим что здесь на пляжике говорится здесь немножко даже разряжена по количеству людей но все равно очень приятно видеть что столько еще наших граждан особенно с детками могут находиться в это время на наших курортах но еще вид на море давайте все-таки замерить здесь температура водички там-то было 25 может быть и здесь у нас получится и что в кроссовках ноги надо не намочить двадцать девяти шесть воздух держится стабильно 26 идеи здесь показывает на мере возле берега друзья мы здесь мелководим возможно что из-за этого сильнее прогрелась вода в общем море очень классно я думаю что те кто приехали купаются вам это могут подтвердить ну что из моря никто не спешит вылазить все ребятки с пляжем прощаемся и уходим еще немножечко во внутрь нашего города дома здесь здесь у нас перерабатывают нашу зону отдыха застилают новым доской люди начали замечаться лица чем одну на другую меняете доска приходит негодность большому сожалению очень быстро и ее приходится заменять может видите здесь на такая неровная уже все ушатанное а здесь новое застеленное красиво здесь нас проходит очень много мероприятия называется это лаунж зону я поназвал вы просто по-русски зона отдыха на центральном пляже советую нашей администрации именно так и делать место-то великолепное людей сюда приходит очень много здесь и кинопоказы нас летний сезон происходили разнообразных фильмов но даже можно увидеть здесь расписание того что здесь происходит все-таки русские слова более приятны здесь детская площадка одно время здесь поставили зону для курения но удалось обратить на это внимание нашей администрации и надпись это брали больше здесь не курят на что дети тут занимаются тем что развлекаются на этой горочке хотелось бы конечно в городе курорте на пляжных зонах видеть как можно больше развлечения то все таки на центральном пляже один такой аттракциончик за которые все-таки говорю спасибо немножко выглядит печально если это так можно сказать а так качели по периметру стоят и очень много людей сюда приходят вот там теперь на зона курения оттуда и по запаху узнал что ветер дует с той стороны с левой стороны у нас морская звездочка называется заведение шашлыки финина мякоть 130 рублей стоит и здесь если бы мы шли по набережной какие говорю бы дошли до сюда а туда влево можно было бы гулять еще гулять и гулять кафе ирина с левой стороны здесь тоже хвалят на шашлычок и съели пишите как вам парк джузеппо кафе с правой стороны столовая жемчужина и фудкорт мидии барбульки рапаны грик стрит в том уголке находится 8 заведений здесь очень много и кстати вам могу показать как доставляются те места куда не подъехать ну пожалуйста продукты на тачке везут они заезжают на машине к своей торговой точке чтобы не нести поближе вот она набережная улица до речки анапки уже наша подписчица нам везла у нас точки для со а душем всего хорошего здесь на заведение мангал лаваш есть мангал и дёна с левой стороны и справа еще находится на золотой пляж аквапарк мой любимый аквапарк заслуженно или нет то что я буду пусть в теки таки мне тоже там понравилось здесь просто именно город больше чем там ну и людей здесь огромное количество тоже приходит он еще работает вот такой у него вид сверху самый главный комплекс это конечно же вот эти вот новые с лифтом горочки на цене конечно космос рос в 2000 детские 1200 вода сейчас 21 градусов воздух 20 тем с 11 до 6 вечера работает аквапарк непосредственно в летний сезон там конечно же не одна смена 2 это можно немножко сэкономить придать вечернюю чисто но так пишите свои отзывы если его посещали я делал на него обзор честно мне понравился никто денег не платил за свои деньги туда ходил поэтому буду ждать ваш отзыв здесь ребята шашлык кафе с узбекской кухни с правой стороны столовой бон аппетит в этом году делал на нее обзорчик очень вкусно все понравилось здесь по правой стороне столовая мама мия если вы куда-то ходили в одно из этих заведений обязательно напишите ваши отзывы будет интересно узнать как вам где больше понравилось можно отметить что возле мамами установили пальмы выглядит это очень красивый территория них тоже здесь большая но у них ничего не ел поэтому они сказать ничего не могу торговля еще идет здесь бойко довольно таки и людей прогуливается очень-очень много по улицам слева стороны бугеркинг и огромное количество разнообразных торговых павильонов все открыто все кипит шуми анапа говорится ждет гостей 30 раз не было на крокодиловая сервис если вы бывали напишите как вам понравилось или нет смотреть на крокодилов и что они там вообще делают кого едят всегда удивляет сколько всего продается у нас но еще больше удивляет сколько все покупается и говорится если есть предложение то будет и спрос потому что людям главное узнать что они хотят нужно приезжает и говорится ничего не надо потом начинает мужчина ходить выбирать игрушки надо кто-то попросил папа купили какую-нибудь фигнюшку я не знаю даже кто это такие ребята напишите отстал от жизни немножко слева стороны еще одна столовая мы кстати двигаемся по улице гребенская то есть и вдруг вам нужны конкретные координаты которых мы находимся замок страха появился у нас здесь на углу по прямому можно дойти до гребенской пересечения с улицы горького я буду резать немножко здесь на угол потому что мы не так ближе будет прикольно кстати выглядит здесь парковка организована зимой она работает в бесплатном формате летом в платном это ни разу не платил эти денег если знаете почему напишите пожалуйста если что мы проходим стадион с правой стороны говорят на его месте возможно в скором времени гостиниц парами кадастр именно так эту землю завели улица горького здесь у нас есть старик хинкалыч хинкали там очереди мы видели с той стороны хинкальная в общем где вам вкуснее если вы где-то и там и там ели напишите обязательно еще одна крокодила ферма ли это все та же точно не знаю здесь арочная конструкция у нас вот бы виноградником заплели вот это бопна на круто такая коротно неспешная жизнь здесь происходит тут что-то снесли но будет что-то новое даже интересный магазин беги по небу кроты тут велосипедов у них также фотооборудование раньше продавал сейчас честно не знаю а тут детский мир находится у нас и перекресток магазин большущим справа стороны парк аттракциончиков здесь есть booster не стоит не крутится сейчас мы на нем как-то катались когда он только открылся еще раз что-то пока на меня не прет не интересно просто перегрузки вниз вверх головой сказать что страшно не могу потому что чувство страха атрофировано нафиг на ракушке у нас идет выступление каких-то ансамблей это пересечение улицы краснодарская и улицы горького здесь потихонечку дадим вам панорамочку потому что скоростной части мы будем убегать туда вверх здесь у нас заведение довольно таки интересное мы как-то здесь день блогера праздновали ну и вышли мы к площади перед администрации откуда сегодня начинал трансляции там у нас фонтаны поющие то есть если вы приезжаете сюда свитязел улица краснодарская вам как ориентир остановка как раз так и называется краснодарская ну а я вам передаю привет черноморский друзья с вами был юрий озаровский надеюсь что сегодня вы прогулялись вам прогулка понравилась и видится что-то новое узнали пишите обязательно об этом комментарии также подписывайтесь на все наши соцсети есть ссылочка в описании сделайте мне приятно но если вдруг хотите поддержать канал на поездочке новый контент делайте по моему номеру телефона 8 9 8 8 333 7 8 8 7 карта привязана всем морюшка от души и 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